Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В полтора раза больше денег выделят на ремонт федеральных дорог в Кировской области. Об этом в Рио губернатор Александр Соколов рассказал во время прямой линии. Всего по территории региона проходит почти 800 километров федеральных трасс. Во время визита министра транспорта России Виталия Савельева удалось договориться о том, что те дороги, которые планировалось сделать к концу 2027 года, будут отремонтированы уже до конца 2025. Помимо этого, в планах к 2030 году связать Киров и Лузу прямой дорогой, заявил Соколов. Экономика. В Кировской области назвали отрасли с самыми высокими зарплатами. По данным Кировстата, занятые на производстве химических веществ и продуктов получают в месяц в среднем 57,5 тысяч рублей. Финансисты и страховщики – по 56 тысяч. Прирост зарплаты у последних составил 12,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Самая низкая зарплата у работников гостиницы и предприятий общепита – 25 тысяч рублей. Средняя номинальная начисленная заработная плата работников в Кировской области составила в первые шесть месяцев этого года 38 700 рублей. Рост на 11,5%. Но если говорить о размере реальной зарплаты, то есть рассчитанной с учетом роста цен, то она уменьшилась на 3,5%. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Рост затрат на ведение бизнеса. Большинство предпринимателей столкнулись с ним в этом году. Чтобы двигаться вперед, а не выкарабкиваться, важно четко видеть ситуацию в своем бизнесе в реальных цифрах. Как грамотно вести учет в вашей деятельности, рассказывает руководитель компании «Бухгалтеры». Я, Татьяна Максимчук. Главный, по сути дела, для компании учет – это бухгалтерский. Он формирует необходимую базу и делает сбор данных для формирования остальных видов учета. Есть еще налоговый учет, он только для налоговой. Но самый главный для бизнеса учет – управленческий учет, который формирует те цифры на основании данных бухгалтерского учета, которые нужны собственнику для принятия решений. Зачастую в компаниях ведется несколько учетов. Управленческий учет отдельно, а бухгалтерский учет отдельно. На самом деле это неправильная позиция. Лучше сразу бухгалтерский учет, чтобы формировал те данные, которые будут использоваться потом всеми службами, финансовыми, экономическими, собственниками. Порядок в цифрах, порядок в процессах, а значит и во всем деле. Навести его проще с профессионалами. Компания «Бухгалтеры.Я» проанализирует вашу ситуацию, выстроит систему сбора и анализа данных. С цифрами под рукой вы сможете грамотно двигаться вперед. Как начать с консультации? Запишитесь по телефону 213-112. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 61,18 рубля, евро 60,55 рубля. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.